Переходим к следующей теме. Закавказский взгляд на войну в Европе. Баку, Тбилиси, Ереван. Вторжение России в Украину стало одной из центральных тем в Закавказского турне помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. В среду и в четверг она была в Баку, в пятницу в Тбилиси, а в субботу завершила свою поездку в Ереване. Как в регионе относятся к развязанной России войне в Украине, смотрите в следующем материале. Закавказье далекий территориально от Украины регион, однако близкий по опыту. В 2008 году кремлевские войска оккупировали 20% Грузии, так что современную войну России против Украины грузины воспринимают как свою. В первый месяц полномасштабного российского вторжения ежедневно тысячи граждан Грузии выходили на митинги выразить поддержку Украине, параллельно собрав около тысячи тонн гуманитарной помощи. Для нас украинско-российский конфликт совершенно несправедлив. При постоянной агрессии со стороны России, с которой мы столкнулись, мы знаем, каково это. Та же боль, и она не остановится на Украине. Следующей будет Грузия. И чтобы не стать следующей жертвой Кремля, многие граждане Грузии даже вступили в ряды украинской армии. В то же время существует и другая сторона медали – политическая. Правительство Грузии отказалось вводить санкции против России. Более того, провело секретные переговоры об улучшении торговли со страной-агрессором. Также в сети появилась аудиозапись, на которой, предположительно, бывший премьер-министр Грузии обсуждает коррупционные схемы с российским олигархом. А в это время грузинские власти объявляют, что предоставили для Украины 7 миллионов долларов поддержки и делают такие заявления. Война в Украине посреди Европы напоминает нам о бесчисленных войнах и трагедиях, которые произошли в Грузии. Именно потому, что мы знаем цену, заплаченную за такую храбрость, мы обязаны разделить не только боль украинского народа, но и быть полностью солидарны с ним. Другая ситуация в Армении. У страны очень тесные связи с Москвой по многим аспектам, в том числе политическом и военным. Во-первых, членство в возглавляемом России Евразийском экономическом союзе и организации договора о коллективной безопасности. У двух стран также есть отдельное соглашение о стратегическом партнерстве, которое регулирует присутствие российской военной базы и войск в Армении. Да и реакция армянского народа на войну в Украине почти не отличается от поведения правительства этой страны. И этому есть несколько причин. К сожалению, многие были удовлетворены происходящим. Я не могу разделять такие взгляды, поскольку вторжение России – это агрессия, которую следует осудить. Но пропаганда вражеского союзника была настолько мощной в Армении, что была создана реальность, где люди поддерживают Россию. Украина в этом контексте воспринималась как враг, продающий оружие и белый фосфор Азербайджану. Но Россия аналогично действует – все продают оружие. Арам Амербекян – активист, комментарий для издания OC Media. Люди оправдывают свою апатию тем, что Киев поддержал Азербайджан во время войны за Нагорный Карабах в 2020 году. Хотя, по данным Стокгольмского международного института исследований мира, с 2011 по 2020 годы именно Россия продала Азербайджану более 60% оружия, в то время как доля Украины за этот же период составляет чуть более 1%. Сохранять нейтралитет пытается Азербайджан. До сих пор политика страны заключалась в желании избегать острых конфликтов с Россией, но одновременно уменьшать свою зависимость от нее. На голосовании в Госассамблее ООН об осуждении российской агрессии Азербайджан оказался одной из 12 стран, воздержавшихся от голосования. В то же время, уже через два дня, с начала полномасштабной войны в Украине, из Баку прибыл самолет с гуманитарной помощью, в частности с медикаментами. А Азербайджанская сеть АЗС «Сокар» бесплатно стала предоставлять горючее для украинских медиков и спасателей. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и всех других стран. Мы делаем это публично, не прячемся позади больших деревьев. Мы говорим то, что подразумеваем. Да, у нас хорошие отношения с Россией, но и с Украиной у нас хорошие отношения, и интерпретация норм международного права не должна базироваться на политических предпочтениях. Азербайджан может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европы. Из Баку к восточным берегам Италии проложен южный газовый коридор, но пока его мощностей не хватает для замещения поставок Газпрома. В Брюсселе активно работают над решением этого вопроса. Виктория Ильчук специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Ну и прямо сейчас в Киеве и Киевской области воздушная тревога. Судя по интерактивной карте, которую сейчас вы видите на своих экранах, воздушная тревога в Луганской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях. Поэтому мы вынуждены идти в убежище. Тем временем слово передаем Анне Ниченко, которая находится в резервной студии. Аня, доброе тебе утро. И тебе сразу же передаем слово, пожалуйста, продолжая далее информационную повестку дня. Аня, слышишь ли ты нас? Видим уже Анну Ниченко, нашу коллегу. Аня, да, передаем тебе слово, пожалуйста, ты уже в эфире. Коллеги, спасибо, да, начинаем работу. Мы здесь в нашей резервной студии и подхватываем тему, которую вы уже начали. Олег Денис, да, говорим о Баку, Тбилиси, Ереване и говорим о взгляде, за кавказском взгляде на войну в Европе. Собственно говоря, важный материал, важно говорить о том, что сейчас помощник госсекретаря США по делам Европы, Евразии, Карен Донфрид, сегодня заканчивает турне по Южному Кавказу. Как говорится в официальном сообщении на сайте Госдепа, Донфрид отправится в Азербайджан, Грузию и Армению, чтобы подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов Америки миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа. В ведомстве также отметили, что она подчеркнет готовность Вашингтона помочь в установлении прочного мира на Южном Кавказе, в том числе путем поддержки развития политических, экономических и межличностных связей по всему региону. Ранее госсекретаря США Энтони Блинкин заявил, что для восстановления мира на Южном Кавказе Вашингтон готов помочь Армении, Азербайджану в демилитаризации и в демокрации границ между ними. Он подчеркнул также важность продолжения двустороннего диалога для решения проблем в регионе и подтвердил поддержку Соединенных Штатов Америки в переговорах между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве Европейского Союза. Также к важным информациям по этому блоку, по этой теме, западные партнеры не требуют от Грузии вступления в войну с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Грузии Соломей Азербишвили на специальном брифинге, в ходе которого она предупредила, что страна упускает историческую возможность евроинтеграции, теряет поддержку партнеров и может оказаться в изоляции. Давайте услышим прямую речь. Услышим прямую речь Соломей Азербишвили буквально чуть-чуть попозже. Пока тоже поговорим по этой теме. Следует отметить, что в апреле в одном из неофициальных видеоблогов советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович он сказал, что на фоне войны в Украине Грузии может представиться историческая возможность вернуть Абхазию и Тхинвальский регион. Тоже это будем обсуждать чуть позже с нашим гостем. Пока еще одна информация. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины. По его словам Баку считает недопустимой избирательность принципов международного права. Если можем, то сейчас услышим его прямую речь. Не услышим пока прямую речь Алиева. Чуть-чуть позже также это все будем обсуждать с нашим гостем. Он уже есть у нас на связи. Александр Левченко, чрезвычайный полномочный посол Украины в Хорватии, Воснии и Герцеговине в 10-17 годах. Здравствуйте, Александр. Александр, слышите ли сейчас меня? Видите ли? Как? Воснии и Герцеговине в 10-17 годах. Вижу и слышу. Вы слышите меня в Кавказе? Да, Александр, говоря о отношении, о закавказском взгляде на войну в Европе, как вы считаете, сейчас много мы говорили о теме, говорили о Баку, о Тбилиси, о Ереване. Сейчас роль Закавказья в решении, в урегулировании этой ситуации, в прекращении войны, как вы считаете, какая? Ну, Закавказья был турбулентным регионом, мы фактически первые войны в постсоветском пространстве начались на Закавказье. Мы хорошо помним события, наверное, в Карабахе, мы хорошо помним события в Абхазии. Это еще, Карабах, это конец 80-х, начало 90-х, затем начало 90-х, это Абхазия. Ну и 2008 год, это захват российскими морсками Южной Осетии. Так что Грузия действительно пострадала очень серьезно над российской прессией. Две автономии, Абхазская и Южно-Осетинская, государственная концепционная территория, это понятно, это правильно. Это было бы системно, системной работой. Думаю, все Международное сообщество поддерживает в этом политику Тбилиси. Удастся ли это, я не уверен. То, что Тбилиси не присоединился к санкциям антироссийским, которые предложил внимание. Тбилиси сейчас хочет стать кандидатом в члены Евросоюза. Но Грузия должна хорошо понимать, что вся внешняя политика... Александр, прошу прощения, что вас перебиваю сейчас. Плохая у нас сейчас с вами связь. Мы вас слышим рывками, но, к сожалению, зависла картинка, не видим вас. Будем вас еще раз сейчас перенабирать, восстанавливать связь, потому что хочется на эту тему поговорить и поговорить. Это важная тема сейчас не только для Закавказья, это важная тема сейчас и для Украины, да и в целом для Европы. Сейчас пока давайте посмотрим, что же происходило в Украине. Посмотрим материал за эти сутки, что происходило по регионам. Оперативную сводку вашему вниманию. Ну вообще подсчитано, что если право нации на самом пределе... Российские войска продолжают свои попытки захватить Северодонецк, однако безуспешно. За счет огневого поражения и штурмовых действий у противника есть частичный успех в Метелкино, вблизи Северодонецка. Еще одну попытку штурмов Сиротина вооруженные силы Украины отбили. На заводе «Азот» в Северодонецке до сих пор укрывается почти 600 мирных жителей. От эвакуации они отказываются, сообщает местная власть. Люди находятся в укрытиях, их несколько. Это нельзя сравнивать с «Азовсталью». Это не город подземный, это несколько отделенных между собой хранилищ, никак не связанных. И разное количество людей находится в разных укрытиях. В Донецкой области за минувшие сутки российские войска обстреляли 12 населенных пунктов. Свои основные усилия сосредоточили на Авдеевке, сообщает полиция области. Разрушены 34 гражданских объекта, 21 жилой дом, школа, дом культуры, коммунальное предприятие, 3 завода, психоневрологический интернат. Один мирный житель погиб, 11 человек получили ранение. Дважды накануне российские оккупанты обстреляли Николая в днем ракетами типа Х-55, вечером калибрами. Три из них попали по разным предприятиям, одна в жилой дом. По предварительной информации, жертв нет. Под прицелом российских оккупантов и Одесса. Однако ракеты, которые выпустил противник по региону, целей не достигли. Враг пытался нанести ракетный удар двумя ракетами «Оникс» с территории оккупированного Крыма. Наши подразделения противовоздушной обороны, как всегда, сработали на отлично и сбили обе ракеты. Российские войска накануне обстреляли Кривой Рог, выпустили ракету по объекту социальной инфраструктуры. На месте попадания ракеты произошел масштабный пожар, были разрушены два жилых дома. К вечеру было несколько прилетов в Новомосковском районе. Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели гасят пламя. Пострадали три человека. У них ожоги. Все в больнице. Валентина Резниченко, глава Днепропетровской областной военной администрации. Под непрекращающимися обстрелами российских оккупантов и Харьков. В Изюмском районе города несколько российских ракет попали по газоперерабатывающему предприятию. Противник регулярно бьет по жилым домам и разрушает городскую инфраструктуру. Находиться на улицах все еще слишком опасно, поскольку обстрелы хаотичные. Мы не знаем, куда они могут попасть. И действительно, каждый двор, каждая детская площадка находится в зоне риска нанесения таких ударов. А во временно оккупированном России Херсоне подорвали автомобиль коллаборанта, начальника исправительной колонии Евгения Соболева. СМИ пишут, что взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Взрывной волной в соседних домах выбило окна. Сам Соболев попал в больницу. Издание «Информлапалм» сообщает, что за последние 72 часа в оккупированном Донецке украинские военные высокоточными ударами уничтожили минимум 7 военных складов Российской Федерации. 87 российских военнослужащих ликвидировали вооруженные силы Украины на восточных рубежах, сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток». Уничтожили один танк, один беспилотник, пять минометов. Марьяна Крещиц, специально для информационного марафона «Фридом», телеканала «Юэй». Сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток». Уничтожили один танк, один беспилотник, пять минометов. Марьяна Крещиц, специально для информационного марафона «Фридом», телеканала «Юэй».